Париж 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 КОНЕЦ 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 Да, достойный ответ Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Ну, сомнений нет, они выигрывают. Выигрывают, стоит Америка, выигрывают первый в этом сезоне гран-при, гран-при Соединенных Штатов Америки. Здесь, кроме всего прочего, идет борьба за то, кто на сегодняшний день пара номер один в танцах, американских танцах. И если учесть, что Мэдисон Чок и Эван Бейтс на двух последних чемпионатах США были серебряными призерами, уступали только Мэрил Дэвис и Чарли Уайту, которые, как мы знаем, пропускают этот сезон, то такая заявка на то, что именно они первый номер сегодня в Соединенных Штатах Америки. Мы видим великолепную сумму за технические элементы. Игорь Шпильбенд может быть доволен. Сегодня он Марину Зуеву обыграл. Замечательная концовка. Вот эта поддержка четвертого уровня во вращении. Ну и все у них получилось. Твизлы четвертого уровня, исполненные безукоризненно. Все поддержки четвертого уровня. Ну и, что еще очень важно, очень хорошие оценки за компоненты программы. Словом, все идет к тому, что они покажут лучший результат в сезоне, во всяком случае. В этом сезоне на турнире в Эберсдорфе они стали серебряными призерами и показали там сумму 100 и 93 сотых баллов. Впервые они преодолели эту отметку в произвольном танце в 100 баллов. Но сейчас, судя по всему, результат будет еще выше. То есть, кроме всего прочего, они близки к тому, чтобы установить свой очередной личный рекорд в произвольном танце. Ну и накануне в коротком танце они были сильнее всех своих соперников. Да, 102,07 балла и сумма 171,03. Это, кстати, тоже их личный рекорд по сумме двух программ. Ну что ж, очень хороши и убедительно были они на этом первом в сезоне Гран-при. И заслуженная победа, красивая, эффектная победа, потому что короткий танец их тоже надолго запомнится. И сегодня они тоже были вне конкуренции. Ну а мы поздравляем Александру Степанову и Ивана Букина с бронзовыми медалями. Это отличное начало сезона. Они тоже были весьма убедительны сегодня. И мы видим, что их преимущество над соперниками, которые стали четвертыми, достаточно велико. То есть, третье место бронзовые медали абсолютно заслужены. Ну что ж, я на этом, я Николай Попов, на этом завершаю наш первый сегодняшний репортаж. И впереди через какое-то время, где-то через минут 20, через полчаса, будет произвольная программа в соревнованиях мужчин. И мы будем болеть за двух наших участников, Адьяна Пискеева и Артура Гачинского. Так что расстаемся ненадолго. Я думаю, что это даже немного сладко, потому что это на земле УС-соиле, да? О, абсолютно. Чикаго – одна из моих любимых городов. И, как это было так близко, у нас так много семьи и друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова